Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости в студии Алексей Юров. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аналитическую работу ведут эксперты Агентства развития Норильской и проектного офиса Государственной корпорации веб.рф при участии городской администрации. Этапы транспортной реформы обсудили на совещании при главе города. Дефицит водителей, изношенность автобусов, нехватка теплых остановок – это неполный список проблем городского общественного транспорта. Для их решения разработана дорожная карта транспортной реформы. Итогом аналитического исследования, которое завершат осенью, станет перечень предложений по изменению маршрутов, размещению остановок, корректировке графиков движения автобусов и количества рейсов. К осени будет разработана новая экономическая модель, понятная для некоммерческих грузоперевозчиков и муниципальных, где нужно ее скорректировать, чтобы пассажирские перевозки для перевозчиков не были условиями выживания. То есть эти перевозчики должны качественно выполнять свои услуги. Для реализации научно-исследовательской части проекта в автобусах установлены специальные видеокамеры. Полученные наблюдения позволят сделать выводы о пассажиропотоках, загруженности маршрутов и наиболее востребованных остановках. Видим свою задачу, в первую очередь в том, чтобы повысить качество обслуживания по трем направлениям. Это комфортность перемещения общественным транспортом. Здесь имеется в виду и класс подвижного состава, его современность, его состояние, в котором он приходит, выходит на линию. Второй момент – это точность соблюдения расписания. И третий момент – это, конечно же, должно быть качественное информирование жителей о том, когда и куда двигаются автобусы. Ну а чтобы общественный транспорт ходил как часы, перевозки должны осуществляться по регулируемым тарифам. Основа такой гарантии – брутоконтракты. Это так называемые брутоконтракты, когда государство в велице муниципалитета оплачивает транспортную работу, выполненную. И при этом выручка от пассажиров, выручка за проезд поступает непосредственно в бюджет города. Реформа транспортной системы невозможна без обновления автобусного парка. Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил, что в этом году в бюджете города предусмотрено приобретение 20 автобусов. Параллельно с этим ведется аудит экономической хозяйственной деятельности Инпопад, который позволит выявить слабые места и выйти на качественные изменения в системе работы муниципального перевозчика. Знаем о проблеме с утечкой кадров, оттоком кадров. Такая работа нами проводится по пересмотру норматива субсидирования. Для того, чтобы можно было изменить трудовые условия работников Инпопад. Это не только связано с повышением заработной платы, но и с изменением графика работы. Мы знаем все, что он на сегодня практически круглосуточный. В тяжелых условиях приходится работать водителем. Поэтому администрация города, по моему поручению, проводит такую работу. Надеюсь, что к концу года у нас будут соответствующие результаты. Даже не к концу, это сентябрь-октябрь месяц. Для того, чтобы у нас был маневр в бюджет 2022 года, внести соответствующие изменения. Согласовать эти изменения со всеми профильными министерствами Красноярского края. Это Минтранс и Министерство экономики. И выйти в 2022 год на новый этап работы транспортного предприятия города. Чтобы люди знали о том, что город думает о них. Знает о том, что есть проблемы, которые надо решать. И эти проблемы мы будем решать вместе. Надежда Машарова, Надежда Балтакова, Владислав Моисеев. Норильские новости. Назначен новый главный полицейский Норильская. Им стал подполковник Олег Мусихин. Личному составу местного отдела МВД нового руководителя представил начальник главного управления МВД по краю Александр Речицкий. Подполковник полиции Олег Мусихин ранее руководил Емельяновским отделом МВД. Он имеет несколько высших образований. Педагогическое, юридическое и управленческое. А также достаточный опыт работы в уголовном розыске. И сменит на посту Геннадия Маслова, который руководил городским отделом МВД почти 10 лет. Успехи Норильской полиции в крае всегда оценивали высоко. Однако на ниве обеспечения безопасности в нашем городе перед новым руководителем поставлено немало задач. Перед Норильском основные задачи ставятся повышение эффективности раскрываемости преступлений, реализации основного принципа неотвратимости наказания, надлежащего расследования уголовных дел, находящихся в производстве как органов предварительного следствия, так и дознания. Александр Речицкий отметил, сегодня особенно важно обращать внимание на преступления в сфере IT-технологий и профилактику подростковой преступности. Для эффективной работы на территории Олегу Мусихину также предстоит выстраивать взаимодействие с муниципалитетом. Со своей стороны глава Норильска Дмитрий Карасев высказал готовность к совместной деятельности, направленной на обеспечение безопасности норильчан. Руководство города всегда в тесном контакте взаимодействовало с отделом полиции города Норильска. У нас наважены все контакты, у нас есть понимание по всем общим вопросам, которые мы должны реализовать вместе. Поэтому, Олег Владимирович, подтверждаю свою готовность к тесному взаимодействию по всем вопросам, которые могут возникать как в вашей деятельности, так и в целом в Норильске. Поэтому добро пожаловать в город Норильск и готовы к совместному взаимодействию. А в ближайшее время Олегу Мусихину предстоит детально ознакомиться с оперативной обстановкой в городе. Только все началось, поэтому началось знакомство с кабинетом. Террорган знаю ранее в части, раньше был здесь в служебных коммунировках. Поэтому надеюсь стать не только руководителем территориального органа, но еще и жителем города Норильска. Ольга Ерохина, Александр Гури, Норильские новости. Арктика под присмотром. В Дудинке прошла тренировка спецподразделений Росгвардии. Военные обезвредили террористов, захвативших дизель-электроход «Надежда» и освободили заложников. Росгвардейцы находятся на Таймыре уже два месяца. И помимо этих учений, они тренировались работать на арктической территории, проверяли технику, оружие и собственную выносливость. Сегодня бойцы возвращаются с двухдневного марш-броска с Диксона. И с передовой специальный репортаж Людмилы Кожевниковой. Редактор субтитров А.Семкин Войска Национальной гвардии дислоцируются на Таймыре два месяца. Численность группировки больше 250 человек. И сегодняшняя тренировка – это своего рода кульминация того, чему они обучились на наших широтах. Все это время росгвардейцы не просто тренировались сами. Они проверяли работу оружия и техники на арктической территории. Спецподразделения Росгвардии – это военнослужащие и сотрудники Центра спецназа «Витязь», «Собра Рысь», спецотряда Чеченской республики, а также отряд быстрого реагирования «Зенит», управление Росгвардии по Красноярскому краю, войсковой спецназ «Ермак» и «Кузбасс» Сибирского округа, инженерный отдел подразделения тылового обеспечения и связи, операторы беспилотных летательных аппаратов и профессиональные экипажи Новосибирской авиационной эскадрильи. Сегодня Арктика находится в сфере особого внимания Росгвардии. Национальные войска обеспечивают защиту объектов атомной энергетики, морских портов, судов Северного морского пути, таких, как наши дизель-электроходы, например, «Надежда». По легенде, именно это судно и ее команду захватили террористы. Но здесь их полюбовно величают негодяи. Было принято решение спроверовать шесть штурмовых кругов. Ключевыми точками на этом корабле являются капитанский мостик, кают-компания, центральный пункт управления, циклоконвертерное, а также машинное отделение и румпельное. Негодяи перед входом в порт уже себя обозначили. Они достали оружие. Первый негодяй находится сейчас, в данный момент, на носу корабля. Второй преступник находится сейчас, в кормовой части, там, где спущен парадный трап. Руководством гражданского штаба принято решение о начале активных действий. Штур, штур! Руководством гражданского штаба принято решение под таким натиском устоять сложно. Негодяи были обезврежены, команда «Надежды» освобождена. За ходом тренировки лично наблюдал директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов. Он поблагодарил личный состав, участвовавший в подготовке и проведении занятий, и наградил сотрудников и военнослужащих войск Национальной гвардии. Гомандир штурмового отделения группы специального значения 19-го отряда. Специальное значение. Генерал Золотов поблагодарил и экипаж дизель-электрохода «Надежда», а также заполярный филиал, который принимал Росгвардейцев в порту и оказывал им всяческую поддержку. А уже на берегу ему показали технику, обмундирование, оружие, медикаменты и продукты питания, которые все время пребывания группировки проверялись в условиях Арктики. На бойце у нас модульная система от компании «Группа-99». Мы ее взяли в тестовую эксплуатацию и сейчас проводим испытания. На мне бронежилет от Щелковской, Шелкоткатской фабрики. Также уже проверены нами надежный, хороший бронежилет. То есть вот два комплекта, которые мы с собой взяли в Арктику и испытываем один, и второй уже используем, потому что мы знаем, что это качественная продукция. Вот, например, у нас есть вот такое покрывало, металлизированная ткань. Сама по себе она очень уникальная, так как она у нас дышит. И мы видим пространство. То есть мы, когда от гипотермии мы окутываем данного пострадавшего, у нас получается кожа дышит и тепло сохраняется. Вот преимущество этой термошели. А за счет чего она сохраняется? Сама по себе металлизированная ткань и тепло держит. У нас более 10 различных видов питания. И плов с говядиной, и гречка, и цыпленок. Различные виды. Преимущество его в том, что его не надо разогревать, не нужен открытый огонь. Все разогревается с помощью вот такого пакета в течение 20 минут. То есть беспламенное нагревание пищи за счет химической реакции. То есть кладется пакет туда и начинает нагревать? Да, да, да. Добавляется чуть-чуть воды. То есть 30-40 грамм воды. Если нет воды, то снег, что актуально для здешних широт. Снег сам-то это? Да. Пробу наша территория поставила и на самих росгвардейцах. Эта зима удивила даже коренных северян. Теперь особенности Арктики знакомы и военным. Ребята, раз работали на высокопрофессиональном уровне, я уже сказал, доказали свою подготовленность, профессиональную подготовку. И, конечно, доказали свой характер. Потому что в условиях низких температур проводить все эти вещи, конечно же, очень сложно. Особенно ночевки, знаете, в условиях низких температур. Передвижение, когда за бортом минус 30 градусов. Все это очень сложно, тяжело. Буквально на следующий день после этой тренировки группировка направляется на Диксон. С собой они берут конкретно вот такие палатки. Будут работать конкретно вот на такой снегоходной технике. Там на Диксоне продолжится апробация вооружения, техники, медицины, сухпайков, ну и, конечно же, самих военных. Спецподразделения Национальной гвардии уже достигли Диксона. Там они отработали подобные штурмовые действия, прошли ледовые поля и серьезные торосы. А еще познакомились с хозяевами Арктики. Вот они оба, ага, лег один. Этот идет к нему. Четыре медведя за сегодня увидели. Сегодня подразделения Росгвардии выдвинули с Диксона обратно. Через день они должны прибыть в столицу Таймыра, чтобы доложить, что русская Арктика под защитой. Людмила Кожевникова, Андрей Дудаев, Норильские новости. Сегодня день работников следственных органов. В этот день, в 1963 году, право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка СССР. Сегодня в следственных подразделениях Норильска несут службу 50 сотрудников, 36 из них женщины. Только за первый квартал этого года в их производстве находилось более 460 уголовных дел. Более 90 направлено в суд с обвинительным заключением. В честь праздника на Бигачево-9 прошло награждение. Полицейских поздравили заместитель главы Норильска Николай Тимофеев и председатель комиссии по горхозу Норильского совета депутатов Роман Сердин. Они вручили правоохранителям благодарственные письма. Также приказом местного отдела МВД 9 следователей были награждены почетными грамотами. Еще 4 была объявлена благодарность. Я искренне хочу поздравить сотрудников следственных подразделений с профессиональным праздником. И искренне пожелать ежедневно повышать свой профессиональный уровень, соблюдать законность прежде всего, вежливо и тактично обращаться с гражданами. А самое главное – мира и спокойствия дома с родными и близкими. Весна постепенно добирается и до Норильска. Погода радует норильчан повышением температуры и, как следствие, усиление ветра. Синоптики прогнозируют, к концу недели, возможно, снегопады и даже температура со знаком плюса. Все из-за северо-западного циклона. Сегодня, по данным, полученным от синоптиков, в отдельных районах метель с порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура минус 2, минус 7 градусов. Уже завтра оно немного понизится. 7 апреля у нас будет снег также оставаться. Ночью метель. Ветер юго-восточный. Порыв будет достигать 12-17 метров в секунду. Днем 9-14. Температура ночью в пределах минус 5-10. Днем минус 3-8. Уже на выходных возможны новые усиления ветра и объявления штормового предупреждения. Все зависит от того, как быстро к нам дойдет фронт следующего циклона. Теперь уже с северного. Ну а власти города напоминают норильчанам об осторожности при передвижении вдоль фасадов домов. Не исключены падения сосулек и снежных шапок. Напоминаю, что следить за нашими новостями вы можете на сайте norilsk.tv. А если новости есть у вас, присылайте их на нашу электронную почту. Адрес вы видите на экране. А на этом у нас все. Я с вами прощаюсь. В студии был Алексей Юров. Всего доброго. Вакцинация сделает нас сильнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова